близнецы всегда оттенки соблазны диффузия двух я тела и души отражающиеся друг в друге неразделимые из книги джона фауза волк всем привет это проект деконструкция и сегодня мы обсуждаем фильм айвана райтмана близнецы и у нас гостях доктор биологических наук денис ребриков джин денис спасибо что пришли в 1988 году на экраны вышла кинокомедия режиссера айвана райтмана близнецы краткий сюжет фильма таков в 1952 году группа ученых проводит эксперимент по созданию идеального человека в результате на свет появляются двое малышей близнецы джулиус и винсент которые из-за сбоя в делении эмбриона совершенно не похожи друг на друга джулиуса воспитывают на отдаленном тропическом острове он похож на идеал человека с физической и интеллектуальной точки зрения винсента как ошибку эксперимента отдают приют где он вырос полный противоположностью своему брату проходит 35 лет джулиус узнав о тайне своего рождения решает найти своего брата винсент между тем вырос в уголовного типа промышляющего угоном автомобилей и темными финансовыми махинациями братья встречаются в лос-анджелесе и сразу выясняется что их объединяет некая незримая духовная связь винсент знакомит джулиуса со своей девушкой линдой и ее сестрой марни вчетвером они отправляются на поиски мамы близнецов путешествие оказывается не таким простым так как их преследует банда уголовников которым винсент задолжал денег в итоге все заканчивается хорошо братья находят свою мать женятся на своих подругах и через девять месяцев у них рождается по паре близнецов многие фильмы которые мы вообще обсуждали в передаче были на данный момент снятые лет 30-40 назад и все что касаемо тем науки и исследований в области науки они потом оказались пророческими спустя какое-то время так бывает да и их очень много на самом деле и мы сами поражались когда их обсуждали фильм близнецы начинается с того что это 50-е годы и ученые ставят эксперимент для того чтобы вывести идеального человека и он берет биоматериал от 6 мужчин вы в одной из своих лекций рассказывали о том что уже можно взять двух женщин и одного мужчину чтобы родился ребенок не совсем так если у женщины нет ее собственных хаоцитов то существует вариант донорских хаоцитов это тоже самое что и донорские сперматозоиды но при донорские сперматозоиды все знают это такая обычная история вот можно пойти в банк спермы и там взять сперматозоиды от какого-то донора который как-то описан и по описанию подходит женщине если у нее нет партнера с которым она хотела бы иметь общих детей то же самое абсолютно возможно и для женщины и уже довольно давно когда в таком же точно криобанке хранятся ациты от женщин сдавших эти ациты специально с целью донорства точно с таким же анонимным форматом то есть никто не знает чьи это ациты и донор ацитов не узнает какие дети ну опять же мы можем этот вопрос затронуть узнает или не узнает в современном мире с генетическим тестированием это может всплыть случайно и для доноров спермы это уже произошло в сша довольно много случаев когда ну вот происходит такое случайное обнаружение родственников вследствие того что от какого-то донора спермы получилось там 30-40 детей и они просто вот обнаруживают друг друга через тестирование но отвечая на ваш вопрос это не смешивание двух генетик это одна яйцеклетка которую берут из криобанка и если у женщины нормально сохранилась матка она способна вынашивать то с этой яйцеклетки оплодотворив ее там его допустим мужем она вынашивает ребенка и рожает его сама вот это вынашивание роды это в общем ну такой важный элемент в понимании того что это твой ребенок да генетически он не твой но ты выносила ты родила и в каком-то смысле это заменяет невозможность родить прямо своего собственного насколько будущем возможно такая компиляция генетического материала как показано это фильме на сегодня скомпилировать генетику от нескольких мужчин или от нескольких женщин пока невозможно теоретически можно это спрогнозировать потому что наша генетическая программа разбита на 23 кусочка на 24 если считать игре хромосому на 22 пары хромосом не половых и две половых хромосомы ну всего получается 23 пары или 24 разных хромосомы и эти кусочки эти хромосомы в принципе опять же теоретически можно комбинировать в любом сочетании то есть мы можем взять первую хромосому от одного человека вторую другого третью от третьего пока что нам это не позволяет механика процессов они очень хрупкие нежные если мы ее пипеточкой берем то мы ее физически нарушаем но можно предположить что эти пипеточки будут улучшаться методы работы с хромосомы будут улучшаться и в какой-то момент мы сможем просто достать хромосому и перемешать ее так сказать так как нужно в нужном сочетании хромосом а если все будет в порядке с механикой то это может быть какая-нибудь мутация если набрать лучшие качества от каждого человека и соединить их в одно мутация здесь не применимо не то слово термин не применим может ли быть так что такая программа не заработает наша генетическая программа записана в наших молекулах днк которые представляют собой вот эти 23 куска для студентов когда я объясняю как это работает очень хороший пример представьте себе что у вас ваша windows компьютерная управляющий вашим компьютером это есть генетическая программа и она записана у вас на 23 флешках и ее прямо так и надо устанавливать первую флешку воткнули начали установку потом вынули в следующую воткнули и так 23 раза ваш вопрос можно перефразировать так любое ли сочетание флешек работоспособным действительно не любое действительно существует безусловно такие комбинации флешек когда это windows получается бракован и не заработает и в природе такие тоже случаются комбинации но они не запускают развитие эмбриона то есть если получилась неработоспособная комбинация хромосом естественным путем да мы сейчас не говорим что мы это под микроскопом сделали это произошло само собой то просто такой эмбрион либо не не начинает развиваться либо он начинает развиваться и останавливается в какой-то момент когда это генетическая программа доходит до обращения к этому файлу windows да то есть она обращается файл не работает и программа виснет и это называется остановившая беременность выкидыш вот все эти случаи когда ребенок не проходит все девять месяцев и не рождаются это и есть проблемы с работоспособностью программы потому что она внутри внутри организма еще внутри женского организма она проходит многократные перепроверки на свою работоспособность и те дети которые рождаются с генетическим заболеванием а сегодня мы видим таких уже на слуху много названий спинальная мышечная атрофия дистрофия дюшена фенилкетонурия муковисцидоз и так далее так далее это те случаи когда программа просто не обращалась к этим файлам поломанным внутри беременности да но потом ребенок родился она после рождения обратилась к файлу потому что ей положено после рождения обратиться к этому файлу обнаружила что файл битый и вот спинальная мышечная атрофия на сегодня это редкий случай когда смертельное заболевание для ребенка в принципе можно вылечить за счет доставки файла на флешке на на новом носителе мы вот этим препаратом золген сма доставляем ген внутрь организма ребенков просто фактически добавляя в программу нужный кусочек информации который в которого не было в программе до сих пор а еще вопрос по поводу фильма там по смыслу они должны были создать некого идеального человека который и физически и культурно и духовно развит физически мы конечно же видим шварценеггера которую с физикой все в порядке а то что касается духовности культуры как вы считаете все таки наверное это за это больше отвечает воспитание среда в которой человек находится а не какие-то гены ну духовное воспитание это нечто такое совсем эфемерное непонятное можно упростить сказав например интеллект мы умеем измерять интеллект существуют инструменты измерения интеллекта даже не только у людей мы у животных можем мерить их способности интеллектуальные и например у лабораторных животных мышей и крыс у нас есть линии линия это одинаковые генетически одинаковые животные ну фактически клоны да линейная мышь или линейные крысы это абсолютно идентичные животные ну как вот близнецы как раз как монозиготные близнецы однояйцевая и есть линии крыс более умных которые быстро находят решение в лабиринте которые очень обучаемы с которыми экспериментатору легко работать есть крысы но назовем их так генетически тупые и мы точно понимаем что это генетика это это не в это не выращивание это не образ жизни до этих крыс это чисто генетическая история потому что их выращивают в абсолютно одинаковых условиях и мы видим что генетика сказывается на способностях этих животных то же самое у людей конечно изначально в нас заложены определенные интеллектуальные способности в наши в наших генах в нашей генетике другое дело а насколько мы можем прокачать эту изначально заложенную в нас генетику ведь что там заложено там заложено скажем так скорость прокачки и верхний потолок может ли быть человек генетически способный может ли он вырасти глупым легко конечно если мы поместим его в бедные условия среды мы не будем его никак прокачивать но вот такое слово я даже не знаю как чему я с вами соглашусь бедных условиях среды тоже можно мне кажется прокачать свой мозг и смотря что вы имеете ввиду ну опять же мы можем всегда довести до предела там я не знаю посадить его в темную комнату я не знаю но это уже крайне искусственно да я говорю искусственно да да действительно человек с хорошим генетическим вот базы базисом он будет искать сам он найдет выходы на на то чтобы прокачивать вы правы там какой-то ломоносов там родившись в холмогорах где-то да там вот он пошел вот ему там не хватало да он пошел искать как 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 можно прокачать эту генетику чтобы так сказать чтобы выбрать из нее максимум интересные эксперименты показывают вот на тех же крысах умных и тупых как откликается генетика на внешние факторы вот этой прокачки если сделать такой эксперимент взять четыре группы крыс две группы умных крыс и две группы тупых крыс и каждую из двух групп значит вот умных посадить в пустую клетку и посадить в клетку с кучей всяких прибамбасов игрушек лазилок колесиков там лабиринтиков и прочего это для крысы насыщенная среда она активирует ее способности интеллектуальные да умственные не знаю как сказать корректно я не физиолог генетик ну вот наверное такой термин может быть меня кто-то из зрителей пожурить скажет интеллекту крыс ну и не помню определение этого этого слова строго говоря и вот мы сажаем соответственно умных крыс в пустую клетку и в насыщенную среду и глупых крыс сажаем в пустую клетку и в насыщенную среду и смотрим что получится естественно если корректно делать эксперимент это много животных это там одинаковые условия все 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 там все все строго оказывается что понятно что крыса генетически тупая в бедной среде это вот как бы это но вот вот это некий там нижний уровень она совсем-совсем глупенькая глупая крыса в насыщенной среде гораздо умнее получается чем чем в бедный гораздо умнее и даже обгоняет умную крысу в бедной среде выше у нее получается лучше да но если мы смотрим на умную крысу в насыщенной среде то это на порядке больше то есть это огромный скачок наверх то есть все что до этого мы обсуждали это какое-то там ну где-то больше где-то меньше а вот умная в насыщенной среде она выстреливает просто в потолок и также на самом деле у людей что конечно мы можем вытянуть условиями любую генетику до какого-то уровня но реально выстрелит та генетика которая под это заточена которая в которой заложены возможности изначально но ее надо обязательно положить на насыщенную среду но это так понимаю примерно из той же серии что писал гальтон труды про наследственность таланта то что у умных талантливых людей рождаются умные дети но есть еще вторая теория что на родителя гениях дети отдыхают почему откуда такая фраза тогда но это же действительно часто даже в истории и даже наверное на примерах ваших там знакомых и друзей вот мы подошли да мы мы подошли к хорошему к хорошему такому нюансу связанному вообще а какое генетическое разнообразие детей может быть у двух родителей а вот у меня сразу вопрос мне интересно если например мама тупая грубо говоря а папа очень умный но вот они сошлись вместе какова вероятность того что какие гены больше повлияют на умственные способности ребенка нельзя так предсказывать как получится смотрите есть признаки определяемые одним геном у нас примерно 25 тысяч генов то есть наш windows состоит из 25 тысяч файлов есть признаки определяемые одним файлом вот например цвет глаз цвет волос там какой работа какого-то фермента в печени это мульти генные состояния или мультифакторные состояния и здесь генетики очень хорошо умеют предсказывать если мы смотрим потенциального папа и потенциальную маму знаем как у них устроен этот файл мы можем точно сказать как будет у того или иного ребенка то есть во первых какие вероятности и дальше посмотрев в ребенка можем точно сказать как у него будет работать ну например цвет глаз мы можем точно посмотрев на родителей сказать какие варианты и дальше или тот та же группа крови например то же самое и какие могут быть варианты в теории и посмотрев уже в ребенка на его генетику можем точно сказать какой нибудь цвет глаз это если это моногенное состояние если мы говорим про интеллект про про другие способности человека это все комбинация из десятков сотен иногда тысяч файлов работающих одновременно и предсказать как сочетание этих генов от папы и мамы вот такое вот конкретно сработает на сегодня невозможно не существует таких компьютеров даже пока непонятно как это могло бы быть хотя бы в теории то есть не то что нам никак не хватает компьютерной мощности хотя ее тоже не хватает но даже непонятно как как это алгоритмизировать какие процессы надо использовать для прогнозирования а значит мы фильме видим двух близнецов лучше на них назвать двойняшки правильно нет смотрите в чем они отличаются нет научного термина двойняшки есть научный термин близнецы и близнецы бывают однояйцевые разнояйцевые или монозиготные и дизиготные что такое монозиготные близнецы это когда у женщины в утробе начинает развиваться один эмбрион когда он развивается он развивается из одной клетки первой клетки это яйцеклетка оплодотворенная сперматозоидом вот получилась одна такая клетка она называется зигота вообще все мы получились из первой клетки зигот ну естественно первый раз она делится пополам на две клетки дальше эти две клетки делятся пополам получаются 48 16 32 и так далее вот такая вот логика деления это называется дробление дробление зиготы и если на первых этапах деления например когда получилось две клетки она случайно развалилась на две независимых клетки а такое бывает они не очень крепко держатся друг за друга то из каждой из них получится новый человек и эти два человека будут абсолютно идентичны настолько идентичны что и генетически их очень сложно отличить например криминалисты если один из них что-то совершил и оставил там свою днк не смогут сказать это первый или второй поэтому криминалистические способы определения по днк оставшиеся на месте преступления упираются в чистоту монозиготных близнецов просто есть ограничение что криминалист когда выписывает справку он говорит с вероятностью такой-то это его днк его спрашивают это потому что метод плохой метод у меня идеальный вероятность ограничена вероятностью того что этого человека есть брат близнец и тогда это не он тогда я не знаю кто из них двоих потому что там может быть не знаю электрический стул грозит да то есть тут все очень строго и вот она развалилась этой зигота на две клетки и каждая дала нового человека это называется однояйцевые близнецы они и визуально очень похожи и родители даже ну папы точно не всегда отличают кто кто из них кто вот они названы разными именами они могут даже баловаться там запутывать потому что они абсолютно идентичны они естественно всегда одного пола дизиготные это дети получившиеся из двух независимо оплодотворенных ацитов то есть это две зиготы образовалась и они начинают развиваться и такие близнецы могут быть разнополыми что подождите одна отвалилась я поняла а как две зиготы могли образоваться дело в том что в овуляцию не всегда образуется одна яйцеклетка иногда образуется две а иногда даже три и тогда если созрело в яичнике созрело две яйцеклетки они обе в овуляцию вышли если они обе оплодотворились то получилось две зиготы это нормально ну так как бы это даже не очень редкое событие у женщины в цикле две яйцеклетки получается я думаю что ну процентах в пяти случаев а то что мы видим двух братьев которые испытывают одинаково эмоциональное состояние даже друг друга чувствуют на расстоянии что с ним происходит что он переживает и у них одинаковые манеры они одинаково там себя ведут и так далее это можно как-то объяснить научной точки зрения или нет прежде чем ответить на этот вопрос давайте мы ответим на вопрос вот они у нас очевидно не одна яйцевые близнецы они разные да ну и я объяснил как это получается да что оплодотворили две разных яйцеклетки двумя разными сперматозоидами и даже мы сейчас вынесем за скобки вот эту фантастическую историю внутри фильма что у них там шесть отцов давайте возьмем обычную ситуацию вот у нас один папа одна мама и вот такая двузиготная беременность то есть две яйцеклетки оплодотворены вопрос насколько могут быть похожи или не похожи эти два брата ну или сестры мне интересно не только внешне но и по интеллекту вроде как да сейчас мы к этому придем вот все наверное замечали опять же это из таких народных байк поверий вот родился внучок у бабушек и дедушек и вот на него смотрят и говорят ой как похож вот на эту бабушку или вот вот на этого дедушку прям вылитый вот этот дедушка вот прям вылитый ну про родители тоже так говорят но почему-то чаще цепляются именно за вот грант да фатер и не только внешне но и по характеру я слышала что именно характер передается не от родителей а почему-то именно от бабушек и дедушек здесь чтобы это объяснить нужно просто знать школьный курс генетики как получаются генетические комбинации хромосом в новом человеке которого мы делаем дело в том что каждый из нас несет внутри себя две полных генетических программы одну мы получили от папы второе от мамы мы так называемые диплоидные организмы диплоидный это значит что у нас программа генетическая продублирована на всякий случай то есть у нас не один набор флешек а на всякий случай два набора флешек и если одна флешка не работает но есть запасная вторая да то есть у нас надежность этого софтвер она возрастает благодаря тому что просто за дублирует а если вторая тоже не работает тогда все тогда моногенные заболевания вот это спинальная мышечная атрофия или их больше пяти тысяч к сожалению таких заболеваний мы на сегодня знаем и как получается генетика ребенка из этих двух наборов флешек один папин второй мамин будущий родитель внутри которого эти флешки сейчас он выбирает случайно одну из каждой пары вот флешка номер один их две у него папина и мамина он выбирает допустим папину флешка номер два инсталляционные он выбирает мамину потом опять мамину папину мамину папину и создает гамету то есть ацит или сперматозоид который несет один набор флешек теперь но этот набор получился случайной комбинации из папиных и маминых понятно но папиных и маминых для него то есть бабушки и дедушки для будущего вот ребенка который мы говорим любой даже не математика там школьник девятого класса легко посчитает а сколько таких комбинаций может быть вот этих генетически разных ацитов или сперматозоидов отличающихся хотя бы одной флешкой это два в 23 степени по-моему это что-то около восьми миллионов комбинаций 8 миллионов генетически разных сперматозоидов и их действительно столько и реализуется потому что в одном и куляте у мужчины примерно 100 миллионов сперматозоидов то есть получается что там вот в этом и кулять и там есть все там есть все сочетания флешек какие только бывают у женщины ацитов поскольку мало то на практике такая генетика не реализуется разнообразие но в теории оно точно такое же от этого теории то не меняется то есть ациты по разнообразию ничем не уступают сперматозоидам просто они фактически никогда это разнообразие не реализуют значит получается что 8 миллионов разных ацитов 8 миллионов разных сперматозоидов и они еще когда сливаются они эти два набора флешек объединяют то есть получается что 8 миллионов нужно умножить на 8 миллионов это 64 с 12 нулями я не знаю как это число называется но вот такое количество сочетаний генетически разных детей может быть у одной пары родителей это бесконечное разнообразие бесконечное и вот мы когда смотрим на фильм шварценеггер и девито да они разные специально так подобрана может ли быть так может легко более того не все люди понимают что опять же с очень маленькой вероятностью но она есть два ребенка у одной пары родителей например два бы братика могут не иметь вообще ни одной общей хромосомы то есть такое возможно вот исходя из той комбинаторики который вам сейчас описал просто не попала ни одна флешка которая попала в первого не попала во второго комбинаторно это возможно и тогда криминалист которого попросит установить родство скажет слушайте мы думаем что это два брата он посмотрит на генетику и скажет по моим ну анализом они не родственники вообще возвращаясь к бабушкам и дедушкам получается так что от родителей любой ребенок берет половину вот этих флешек то есть полный набор он берет от папы полный набор от мамы но это всегда половинка половинка генетики которая есть внутри каждого из родителей а вот от бабушек и дедушек он берет случайное сочетание это может быть от нуля до такого же вклада как от родителя но не больше чем от родителя больше не бывает то есть может быть так что от какого-то дедушки или бабушки временка вообще не попадет ничего ноль опять же это маловероятное событие но теоретически оно возможно а от кого от какого-то наоборот очень много и вот это вот похожесть видимая глазами она как раз и связана с тем что вклад от grand fathers and mothers он рандомный он случайный и он неравный и тот от кого больше флешек попало ну опять же логично что на него ребенок и будет похож больше вот но это можно точно определить с помощью несложного теста на сегодня все эти сервисы по генетическому анализу вам легко разложат все эти флешки если вы принесете днк кровь там соответствующих родственников ну или слюну по слюне тоже можно конструктивно в деконструкции с денисом ребриковым несколько фактов о фильме в начале киноистории маленьких джулиуса и винсента играют пять разных детей когда роль одного из близнецов предложили дэнни де вита он первым делом спросил кто будет играть второго близнеца а когда ему ответили что шварценеггер актер сразу же согласился на роль при бюджете 15 миллионов в мировом прокате картина собрала почти 217 миллионов долларов так как проект был необычным и шварценеггер собирался играть неожиданную для себя роль кинокомпания universal pictures опасалась что фильм провалится в прокате поэтому предложила актерам близнецам и режиссеру в качестве гонорара процент от чистой прибыли из-за того что фильм в итоге пользовался огромным успехом у зрителей и многократно окупился гонорар арнольда шварценеггера составил 35 миллионов долларов то есть больше чем за все его предыдущие фильмы вместе взятые после успеха близнецов шварценеггер и де вито всерьез задумались о съемках сиквела тройняшки где к звездной парочке должен был присоединиться эдди мёрфи но тогда этим планом так и не суждено было сбыться в сентябре 2021 года компания universal pictures начала работу над продолжением фильма вместо выбывшего эдди мёрфи роль третьего брата предложили сыграть трейси моргану давайте немножко обсудим этическую сторону работы врача то что он залез в их жизнь ее кардинально поменял и дальше хочу спросить вопрос по поводу хэ дзянкуя который эмбрион с измененным днк вел женщине она родила ребенка и вы хотели заняться тем же самым но вы занимаемся почему хотели ну занимаетесь-то у слушайте здесь три разных вопроса про этичность той задачки которую решали в фильме близнецы ну как говорит молодежь ну такое то есть здесь они ставили цель вывести как бы селекционировать какого-то идеального человека сама по себе эта история она пока в современной этике однозначно аморально она анти анти этично по куче показателей и в этом смысле наверное сама постановка такой задачи она на данном этапе развития человечества она недопустимо то есть вот нам фильмы показывают что так сделали но тоже они делали это где-то засекречено там никому не говоря да и до сегодня сделать это легально как бы заявив в этический комитет а мы прежде чем проводить какие-то эксперименты обязательно с приносим соответствующую документацию план экспериментов этический комитет который есть локальный этический комитет есть в любой научно-исследователь организации почти в любой есть еще этические комитеты при министерствах например при менздраве есть этический комитет и почти всегда нужно согласование локального и клинического комитета и или локального и Минздравского на проведение каких-то исследований на людях в любом случае. Так вот ЛЭК, локальный клинический комитет, не пропустит никогда, ну вот в современном мире не пропустит эксперимент по созданию там суперчеловек. Это первое. Второе. Хэдзянкуй. Там идея была не в том, чтобы создать сверхчеловека. Да, я понимаю, что он хотел быть первым. Идея была быть первым, кто сделал генную модификацию внутри человека и такой человек родился и во всех его клетках присутствует генная модификация. Такой, знаете, генномодифицированный человек. Он хотел быть первым, он успел. Поскольку он торопился, то он выбрал совершенно неадекватную клиническую модель. В его случае совершенно не было никакой необходимости делать то, что он сделал. Потому что по отцу это, по-моему, не передается, да? Да. Если там в семье был папа, вещь положительная, мама, вещь отрицательная, в этом случае, может быть, это зрителям тоже будет интересно, совершенно не требуется никаких вот этих генных модификаций. Обычная процедура ЭКО, экстракорпоральное плодотворение со специальной обработкой сперматозоидов, процедурой ИКСИ, позволяет получить сто процентов безвирусный эмбрион. То есть ВИЧ, вирус иммунитета человека, не попадет в этот эмбрион. Если мама у нас ВИЧ-отрицательная, такой эмбрион ей переносит, она спокойно вынашивает. Вообще все сто процентов гарантировано, что ребенок будет ВИЧ-отрицательный. Даже в случае, когда мама ВИЧ-положительная, такое тоже не редкость, к сожалению, современные методы антиретровирусной терапии и ведения беременности позволяют в 99 процентах случаев, то есть 99 детей из 100 рождаются без вируса. ВИЧ почти побежден, его вертикальная передача на сегодня это редкость. Ну и уж, да, возвращаемся к Ходзянкую, который выбрал пару, где папа был ВИЧ-положительной, мама отрицательная, не было никаких логичных оснований, ну кроме, знаете, такого рассуждения, что вот эти дети могут бытовым способом от папы там подцепить. Слушайте, это уже совсем такая фантастика абсолютно. Люди, которые нормально лечатся, поддерживают низкий титровирус, фактически нулевой, на антиретровирусной терапии, они не передают ВИЧ. У них нет этого вируса в крови. Он задавлен современными препаратами. Если их просто протестировать на наличие вируса, у них там будет в крови ноль. Поэтому Ходзянкую просто подогнал под ответ. Ему нужно было, чтобы что-нибудь сделать. Ну и вот он поломал этот ген, за который вирус цепля... Ген, кодирующий белок, химокиновый рецептор пятый, который на поверхности клетки позволяет вирусу закрепиться. Он цепляется, вирус цепляется за вот этот белок. Если его нет, то вирусу не за что зацепиться и, соответственно, он хуже проникает в клетки такого человека. Такие люди, кстати, есть в популяции. Это на севере Европы люди с определенным вариантом. Там не то, что белка нет, он есть, но он другой немножко, так называемый, диляционный вариант. И действительно, есть люди от природы с гораздо меньшей способностью клетки разрешить проникновение вируса. То есть с меньшим риском заразиться ВИЧ вследствие модификации этого белка поверхностного. Но он, кстати, китаец, не сделал так, как у этих людей в природе. Он пленился. Там нужно было аккуратно вырезать 32 нуклеотида. Он сделал тяп-ляп. Он, видимо, очень сильно торопился. Очень торопился, да, да. И здесь, конечно, его все поругали, пожурили за это, что, ну, понятно, что он это делал ради хайпа, ради вот первенства. Ну, я считаю, что он в каком-то смысле все равно совершил революцию, потому что он поменял сознание. Он реально показал возможность такой процедуры, да, вот, возможность рождения ребенка с генной модификацией. И с этого момента все уже не обсуждали, как бы получится, не получится. Все уже обсуждают, что... Как это лучше сделать. Да, что нужно, чтобы это было разрешено, согласовано, оправдано и так далее. Но сам факт, можем ли мы это сделать, уже не обсуждается. Ну, да, можем. Вот он это продемонстрировал. Хотя, ну, специалисты и так понимали, что можем. На самом деле, это было понятно, что можем. но когда это получилось, то и не только специалисты, но все остальные люди убедились в том, что, да, действительно, это может быть. В нашем случае, вот, наша лаборатория работает над исправлением наследственной тугоухости. ВИЧ, мы не нашли актуальных клинических случаев, когда имело бы смысл, хотя мы и сделали такую же систему, даже лучше. Вот я сказал, что Хадзиан Куй просто поломал ген. У нас как раз получается аккуратное вырезание вот этого кусочка и делает форму гена, которая встречается в североевропейской популяции. У поморов, финнов, там на севере Европы их много таких людей с вот этим дилиционным вариантом. Вот этот наш генный редактор, он вырезает кусочек и делает у человека ген тоже вот этот белок, химокиновый рецептор невосприимчивым к ВИЧ. Но оказалось, что таких клинических ситуаций, когда это было бы актуально, их просто нет. Их не нашлось. Но это очень редкие, это женщины с плохим ответом на антиритровирусную терапию, у которых от препаратов титр не падает. То есть ВИЧ все время в крови, высокий. Это одна на 50 тысяч ВИЧ-инфицированных. На 50 тысяч. То есть таких в России женщин всего лишь 20-30 человек. И она еще должна захотеть вот прям сейчас рожать ребенка. Вот прям хочу, не могу, сейчас буду рожать. Ну тогда риск как бы возрастает. Да, что мы не можем запушить вирус, вирус высокий, риск вертикальной передачи возрастает. Ну тоже мы как бы решили в этом направлении не искать такую женщину, которая бы согласилась. Оказалось, что гораздо более наверное адекватной является ситуация, когда пара глухих людей с одной и той же генетической мутацией, а глухота на 80% генетическая, только где-то на 20% она приобретенная, там в результате вследствие каких-то травм, еще каких-то событий. И вот внутри этих 80% большинство, подавляющее большинство имеют поломку одного и того же гена коннексин-26. Еще они друг друга находят вследствие своего языка, жестов, тусуются в одних и тех же каких-то группах и образуют семьи аномально чаще, чем если бы это было случайное распределение. То есть глухие тянутся глухим, образуют семьи, где все дети будут глухими тоже. Вот эта ситуация, казалось бы, она этически может быть и давала бы право генетикам, репродуктологам, понятно, с согласия этой пары, сделать ребенка слышащим. Починить ему этот ген, мы умеем, вот сейчас я могу утверждать, что мы на сегодня умеем починить эту мутацию. Это одна буква, исчезнувшая в гене, пропала буква, мы ее туда добавляем и ген получается как у всех. Обращаю внимание, мы ничего не создаем, чего бы не было в природе. Мы чиним, мы делаем наоборот, мы делаем этот ген как у большинства людей. И у пары глухих родителей родился бы слышащий ребенок. Уперлись тоже в очень странную вещь, в несогласие этих родителей, чтобы их ребенок слышал. Почему? Да. И для меня это было тоже откровением, неприятным сюрпризом. Оказалось, что подавляющее большинство таких людей, пар, они считают это не каким-то дефектом, недостатком, они считают это такой особенностью, которая, может быть, где-то в чем-то делает их, наоборот, лучше. Это нечто близкое к религии. Да. На самом деле. Это так, да. И это мне объяснял специалист, хирург, который детишкам глухим устанавливает кахлеарный имплант. Кахлеарный имплант это такое устройство, которое врезают в кожу черепа, под кожу черепа, и оно глухому ребенку позволяет начать слышать. И поскольку подавляющее большинство таких глухих детей рождается у слышащих родителей, не у глухих, а у слышащих, большая часть, 98% всех детей, рождающихся с поломанным геном GGB2, вот коннексин-26 белок, это дети слышащих родителей. И они, конечно, в шоке. Типа, как так, почему? Они просто гетерозиготные носители. То есть у них у каждого по две флешки. Одна флешка нормальная, вторая битая. И у этого родителя флешка нормальная, битая. Чтобы ребенок был глухим, нужно, чтобы в него попало две битых флешки. То есть вероятность четверть, вот если два таких носителя мутации образовали пару и размножаются, то вероятность рождения глухого ребенка у них четверть, 25%, высокая вероятность. Сегодня, опять же, благодаря генетическим тестам, это можно знать заранее. Мало кто пока занимается этой всей историей, какие у нас есть сочетания, вероятности и так далее. Хотя на сегодня это стоит примерно 60 тысяч рублей на пару. То есть прям вот каждый человек по 30 тысяч стоит, генетики смотрят сочетания и говорят не только про глухоту, а говорят про все 5 тысяч наследственных заболеваний, 5 тысяч наследственных заболеваний, включая тяжелые, смертельные, что вот у вас, у вас двоих таких сочетаний нет. или есть. Что тогда надо делать? Разбегаться? Нет, не надо. Надо пойти как раз, ну, опять же, можно разбежаться, но если не хочется разбегаться, что делать? Как снизить риск? Можно ли снизить риск? Можно. Можно пойти на ЭКО, экстракорпоральное плодотворение, где мы из нескольких эмбрионов отберем здорового. Вот у пар глухих такой опции нет. У них все 100% эмбрионов, сколько бы мы ни сделали, будут тоже глухими, потому что у них просто нет неполоманной флешки, у них все флешки поломанные, вот, несущий этот ген. Так вот, возвращаясь к хирургу, который мне объяснил, он говорит, ты знаешь, все дети, которых я имплантирую, это дети слышших родителей. Слышшие родители очень хотят, ну, вот, они понимают, да, они хотят, чтобы ребенок слышал. Когда мы работаем с сообществом глухих, вот такие пары, которые рожают таких детей, они, при том, что это в России по ОМС, это бесплатно, установка коклярного импланта, это дорогая процедура, сам имплант стоит миллион рублей, и там еще установка, еще реабилитация, то есть это прилично стоит денег. Они активно не идут на эту процедуру, объясняя это чем угодно, тем, что это все равно какие-то риски, это не сто процентов безопасно, это потом его надо менять, и действительно ребенок растет, его надо, по-моему, боюсь наврать, но несколько раз его надо поменять, ну, как бы обновить этот имплант. Уходят всеми способами, не идут на имплантацию, говорят, вот мы нормальные, и ребенок у нас тоже будет нормальный. Да, он будет знать, он будет знать больше, чем вы, он будет знать язык жестов, у него будут развиты другие скиллз, у вас слуха, у него, может, он там, я не знаю, интуит будет какой-нибудь, супер-пупер, да, вот что угодно, и оказалось, что такие пары, действительно, когда обсуждаешь с ними возможность починки, они говорят, нам не надо чинить, мы не хотим, ни кахлеарный, ни генетические ваши чинилки, нам это, нам это не надо. А смотрите, касается фильма, вы начали говорить по поводу лаборатории, что это все с этической точки зрения, конечно же, запрещено, и вообще эти опыты, они довольно-таки закрыты, но я слышала, что в Америке проводится некий опыт из ДНК, но поскольку они запрещены на их территории законодательством, они эти лаборатории открывают на тех территориях, где это возможно проводить опыты и так далее. Что вы знаете об этих лабораториях? У меня нет достоверной информации, я могу только предполагать, что такие эксперименты введут многие страны, технически развитые потому что в генетических технологиях заложено много важного для медицины будущего и безусловно в том числе в технологиях внесения направленных изменений в зиготу, в первую клетку, то есть в будущего человека, в этой технологии тоже заложено, потенциально заложено много важного с медицинской точки зрения для нас. Не сегодня, не завтра. Сегодня, я говорю, это глухота, например. Но если мы пофантазируем, чуть-чуть в будущее заглянем, в ближайшее, а что вот кроме глухоты? Ну хорошо, а мы не глухие, нам вообще это надо за чем-нибудь вот эту технологию развивать? Окажется, что да. И тут мы опять возвращаемся к фильму «Близнецы», где создавали улучшенного человека. Вот мы берем пару родителей и смотрим на их генетику. Это мы умеем делать сегодня. И говорим, вы знаете, родители, вы, конечно, не глухие, и вообще у вас там моногенных заболеваний нет. Но у всех сочетаний ваших генов, сколько бы их ни было, вот во всем этом триллионах вариантов, которые я сегодня упомянул, что вот у нас 8 миллионов у одного, 8 миллионов у другого вариантов гомет. Вот у всех этих гигантских вариантов разнообразия, у них, у всех будет, например, высокий риск раннего онкологического заболевания. Потому что у вас нет такого сочетания, чтобы был низкий. Вот, к сожалению, повышенный, ну хорошо, что высокий, да, но выше, чем в популяции онкологический. Или какого-то нейродегенеративного, или какого-то там еще, 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 да, это мультифакторные состояния, мультифакторные изменения, но мы смотрим на пару родителей и говорим, у всех детей будет так, будет проблема. У этих побольше, у этих поменьше, но ни у кого не будет идеально. И вот в этот момент возникает вопрос, а можно ли как-то подшаманить, можно как-то сделать, чтобы было, ну зачем нам у ребенка заранее ему закладывать вот проблему, что у него будет боттлнек здоровья вот в этом месте. Можно этот боттлнек... Или вредные привычки. Да. Да, это склонность к зависимостям, да, игромания, неважно что, это тоже генетически детерминированные вещи. и вот в этот момент, когда технологии будут хорошо отработаны и можно будет их использовать легально, то вполне возможно люди будут говорить, да, давайте вот онкологию уберем, нам зачем, ну, починим вот эти варианты. Это даже не поломки, это есть такое слово, специально придуманное, чтобы студентов на экзамене валить, аллель. Аллель какой-то там, это значит каждый ген, который внутри нас находится, он у разных людей немножко разный. Вот я сказал, у людей 25 тысяч генов, генов. Это разных генов внутри нас. Но вот если мы посмотрим один и тот же ген у двух разных людей, он будет не идеально одинаковый, он будет чуть-чуть, чуть-чуть разный по своей последовательности. Вот это и есть варианты, варианты. И таких вариантов в популяции иногда сотни, иногда даже тысячи вариантов. И это как раз и определяет разнообразие людей, что мы все разные. Почему мы разные? У нас что, разный набор генов? Нет, гены-то у нас все одни и те же, вот эти 25 тысяч с оговорками, ну, грубо говоря, одинаковые. А вот версии этих генов внутри нас у всех разные. И вот это вот изменение версий может улучшать, потенциально улучшать будущего человека. То есть убирать у него какие-то версии, которые мы знаем заранее, что сцеплены с проблемами. Со здоровьем, с интеллектом, мало ли с чем, там, с физическим, с внешним видом, там, с чем угодно. Это, мне кажется, тоже приведет, как Евгеника, в свое время. А в Евгенике... Нацизму. Просто вы даже... Секундочку, в Евгенике, как таковой, нет ничего априори плохого. Мы говорим, что мы хотим, чтобы люди были лучше. Вопрос, как этого достигать. Но это примерно тот же самый смысл, что и в фильме, да, мы сейчас... Вопрос, как этого достигать. И вы говорите, что этически это запрещено. Если мы говорим, что мы достигаем улучшения человечества или людей истреблением плохих, это плохо. Это прям категорически нельзя так делать. Все против. Но за счет скрещивания лучше? Если мы говорим, что мы улучшаем даже не за счет скрещивания, а за счет прямого изменения программы генетической, мы никого при этом не убиваем. Мы говорим, у нас планируется будущий человек, пока еще в плане. Его пока нет, но он в плане, да? И вот мы его сделаем не таким, а капельку лучше. Вот пример с глухими. Он будет не глухой, а слышащий. С оговоркой, что некоторые люди считают, что слышащие – это не лучше. Я это объяснил, да? Но если предположить, что он будет лучше, если будет слышать, то это и есть Евгеника. Но в этом нет негатива, потому что мы никого не убили, мы починили ген, там была мутация, мы починили поломку, человек стал лучше. Наверное, это Евгеника. Но я здесь не вижу негатива. Это я понимаю, но мне кажется, она в конце концов все равно приведет к каким-нибудь радикальным последствиям. Потому что даже то, что касается ДНК-тестов, вы говорили, что в ближайшем будущем каждый человек будет делать ДНК-тест, и исходя из ДНК-теста, его будут брать на работу, выписывать ему препараты в аптеке и так далее. Правильно? Да. Где проблема? Нет, а потому что это тоже в некоторой же степени будет задевать некоторых людей, то, что они не настолько развиты, чтобы работать на это. О, дискриминация? Да. Это отдельная большая тема для передачи, дискриминация в генетике. Действительно, тот тезис, что все люди рождаются с равными возможностями, он недостижим, потому что мы действительно рождаемся все априори очень разными, разными из-за нашей генетической программы, и мы обсудили, что она очень отличается, и она сильно влияет на то, кем мы станем. То есть здесь вот это, этот исторический цикл от дискриминации, допустим, негров в Америке, как людей с какими-то там другими свойствами, не способных на что-то, он делает цикл, и теперь мы приходим примерно к тому же, но уже с научной точки зрения. Мы не определяем по цвету кожи, а мы определяем по каким-то показателям внутри большого прибора, который анализирует нашу генетическую программу. Но все равно мы там найдем факторы, которые вынудят нас дискриминировать, вынудят. Эта социальная проблема не решается, она просто не имеет априори решения, например, есть ситуации, когда работодатель будет отказывать сотруднику в приеме на работу, потому что там на медиплавильный завод, металлургический комбинат, в шахту, где на сотрудника оказывается вредное воздействие внешней среды, его нельзя убрать совсем, да? И вот есть люди чувствительные к этому вредному воздействию, у которых через несколько лет работы будет профессиональное заболевание, разведется, может быть, рак, разведется рак, и он от рака умрет молодым. И генетика это уже сегодня может показать, что у этого человека системы детоксикации хорошие, и у него нет противопоказаний против работы в шахте или в металлургии. в металлургии. А у этого человека проблема с генами, и ему бы не надо. Ему бы вот пусть он там не дышит вот этим, да? Ему работатель откажет. Скажет, ты знаешь, мы посмотрели, в генетике у тебя там зашито, тебе не надо, ты у нас помрешь. Нам потом страховку выплачить, еще чуть-чуть. Говорит, ну я же сейчас уйду, вы меня не возьмете на работу, мне денежков нет, кушать не на что, я сейчас прям помру. Вот прям сейчас, без этого. Работатель говорит, ну я, слушай, ничего поделать не могу, это не ко мне. Я не беру тебя. Это дискриминация. Она не решается, она вообще не имеет решения. Ну хорошо, это еще дискриминация в пользу работника, потому что действительно он может сохранить... Работник говорит, я хочу у вас работать, мне все равно на это ваше потенциальное, там, вероятностное. Мне сейчас кушать нечего, возьмите меня, у меня там, не знаю, семеро по лавкам, я сейчас пойду, повешусь, потому что вы, у меня нет денег. Или цена страховки медицинской. То же самое абсолютно. Мы смотрим у человека генетику и говорим, что риск онкологии у него там выше, в 10 раз. Или, например, вот эта Анжелина Джоли сделала превентивную мастектомию вследствие того, что есть... У нее мутация гена Берсей. Действительно, наследственная мутация, предрасполагающая к развитию рака молочной железы. По-моему, в 50 раз выше, чем в среднем по популяции. Вот, предположим, такой человек, ему сделали тест, и страховая компания говорит, ты знаешь, у тебя вот риск онкологического заболевания выше, сильно выше. Ты как... Он говорит, это что, я как начинающий водитель, у меня страховка дороже, да, ОСАГО? Ну да, у тебя риск выше попасть в аварию из-за генетики. Поэтому мы тебе страховку продадим дороже. Ну, без обид. Просто вот, если бы у тебя нормальные гены были, мы бы тебе подешевле продали. А так у тебя гены кривые, мы тебе подороже продадим. Тоже дискриминация. Смотрите, по поводу работника. Вы сейчас говорите по поводу дискриминации, что его не возьмут, но он все-таки там через 5 лет может погибнуть. А вот если, например, взять людей несколько, один, например, наиболее целеустремленный, талантливый, способный, но возьмут человеку, у которого по ДНК, например, интеллектуальный уровень выше показывает, чем у человека, который более целеустремленный и способный. Как в этом случае справляться с такой проблемой? Ну, на самом деле ситуация... Даже больше философский вопрос, да? Гипотетическая, потому что работодатель это интересует его способности в моменте. Их можно проверить напрямую. То есть, им нужно дать задание, задание выполняется или не выполняется, с какой скоростью. И даже если у одного из претендентов в генах написано, что он прям супер-пупер гениальный, но по факту он задание выполняет плохо, а эта генетика нереализована, она там потенциально заложена, работодателю такой работник-то не очень нужен. Он скажет, слушайте, а сколько мне его прокачивать еще? Вот этот лучше, да? Он в моменте лучше, я его беру, я на него закладываюсь. То есть, это не совсем такая линейная история вот с работодателями. Но есть абсолютно понятный мне элемент дискриминации самцов, когда генетика известна, мы уже практически на пороге этой эры, когда у всех будет в медкарте или в соцсети прописана генетика. И окажется, что мальчики имеют разную привлекательность вот эту генетическую. сейчас, ну как девочка выбирает мальчика, по всем признакам, миллион признаков, там, не знаю, Порш, но по генетике не выбирает, потому что, ну, опосредованно выбирает, опосредованно, но прямой у нее нет этой информации. А она будет. И окажется, что будет такая дискриминация самцов по генетике. То есть, не... То есть, если у вас сложнее выбор будет мужчин, чем сейчас. Да, то есть, какие-то самцы будут совсем не удел. Он такой будет на Порше подпрыгивать, говорит, ну, смотрите, у меня же Порше. Да. Я там с генетикой вообще все ужасно. Не хотим такого, да. Вот. А какие-то будут, наоборот, супер-пупер востребованные. Ну, еще последним вопросом. Как ломая дно не бояться, что вы повредите что-то другое и быть уверенным в том, что вы делаете? Это, вот, возвращаясь к вопросу о редактировании генома, о внесении направленных изменений, в ДНК на стадии первой клетки. Действительно, почему сегодня эта технология не повсеместна? Вот Хадзианку еще в 18-м году это сделал. Уже 4 года прошло, этим девочкам уже там по 3 годика с половиной. Вроде нормально, они развиваются, там никаких проблем нет. почему не разрешают ее применение? Вот хотя бы для тех же глухих. Действительно, вопрос безопасности применения, вопрос отсутствия, так называем, нецелевого воздействия, то есть, мы починили мутацию здесь, а в других-то буковках что-нибудь, что случилось? Точно ничего? Насколько точно мы починили именно в том месте, где нужно, и нигде не поломали, где не нужно? Это называется нецелевое воздействие редактора. Это, знаете, как, наверное, вот можно с чем сравнить. У вас есть огромный документ. Вот как вы думаете, сколько букв в нашей Windows, в нашей генетической программе? Просто букв. У нас ДНК состоит из 4 букв. А, Т, Г и Ц. Это я знаю, просто я знаю, что там разные сочетания, поэтому их огромное количество. За счет сочетания этих букв, правильно? Мы точно знаем, сколько этих буковок в нашей ТНК. Если их в одну линеечку составить, 3 миллиарда букв. Я как-то сравнивал это с «Война и мир». Вот уже забыл, но много раз «Война и мир». Много раз. И вот вы в этом гигантском Word-файле, где написана эта программа, вы, знаете, такой «Find and Replace». Найти и заменить. В меню выбираете пункт «Найти и заменить». И вбиваете «Найти вот это, вот это слово, или там вот эту ошибку найти, ошибку найти, и заменить вот на то, что нужно». И нажимаете по всему документу. Что нужно, чтобы наш редактор допустили? Нужно, чтобы он только это место находил. «Где ошибка?» Ну, мы заранее знаем, что в этом рассказе где-то ошибка. И нам программа находит и меняет на то, что нужно. Ни в коем случае не должно быть так, что она нашла два таких места, три таких места. Может быть, случайно. Может быть, она ошиблась. Там не надо было, а она взяла и заменила. Вот это нельзя. И действительно существует алгоритм доказательства того, что ничего не поменялось, кроме того, где мы хотели целевого воздействия. Это сложный молекулярный протокол, где мы берем, сначала проверяем на биопсии эмбриона. От любого эмбриона можно взять несколько клеток. Это стандартная процедура. 5-7 клеток трофоктодермы. Это биопсия трофоктодермы. Мы эти 5 клеток изучаем, остальной эмбрион у нас хранится в азоте, он ждет своего момента. И если в этих 5 клетках все хорошо по генетике, то это хороший знак, что там тоже все хорошо. Это не 100%, но 95%, что там в основном эмбрионе тоже все хорошо. Это простой ответ на вопрос. Он гораздо сложнее. Это много недель плотной работы генетиков, но у нас есть механизм доказательства неизменности генетической программы везде, кроме того места, где мы хотели. Еще общий вопрос про сам фильм. Нравится он вам или нет? Когда я был молодым, я не помню, какого года он выпускает. 88-го. 88-го. Ну, значит, я, наверное, его посмотрел, когда мне было лет 14-15, наверное, впервые. Просто потому, что тогда только появились видеоплееры с кассетами, и можно было посмотреть. Вы не поверите, интернет был не всегда. Я тоже в детстве видеокассеты смотрела, о чем вы говорите. Были видеокассеты, были специальные вот эти видео... Магнитофоны. Магнитофоны, но они не у всех были дома, и нужно было пойти в такой вот видюшник, и там за рубль купить билеты и смотреть фильм. На первом этаже снимали помещение, ставили телевизор, и как бы маленький кинозал получался такой. Это вот в 90-е, в конце 80-х. Я думаю, что я там и посмотрел, и мне, конечно, понравилось. Безусловно, это хорошее кино, качественное голливудское кино. Сегодня, наверное, оно не смотрится круто, потому что это другой стиль съемки, сейчас так не снимают, но в тот момент, в конце 80-х, это было прекрасно. Спасибо вам большое, Денис, что пришли. И вам. Это был проект «Деконструкция». Смотрите «Кинобдумчиво». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова